Книга 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 Это не новая. Не новая в том смысле, что вот эта книга, которую я держу в руках, она состоит из двух книг, которые написаны тремя докторами наук, тремя экономистами и двумя философами. В то же время и, потому что один из них доктор философских и доктор экономических наук Ельмеев Васильякович, заслуженный деятель науки РСФСР. Вот я говорю о второй книге, которая есть, не первая, а вторая книга, которая называется «Выбор нового курса». Вот. Долгов Виктор Георгиевич, он доктор экономических наук, профессор, был первым проректором нашего Санкт-Петербургского университета. Большая, так сказать, тоже величина науки. Вот. Ну, а я был, так сказать, профессором нашего университета на философском факультете. И, так сказать, особенность в том, что я ни одного дня не учился философии в университете или на каком-нибудь факультете и не был кандидатом философских наук, а сразу получил доктора философских наук и стал профессором по философии. Вот. В звании профессора. Так что у меня есть такое ученое звание, и я профессор еще по кафедре экономики и права. Ну, вот. То есть мы так собрали втроем некоторый букет. И, казалось бы, наверное, товарищи должны были высказаться вот по тем временам, которые... Вот сейчас мы смотрим на них как на мрачные времена, которые начались в нашей стране. И такое впечатление, что вообще все молчали. Ну, я вот должен сказать, чтобы было ясно, что были все-таки в этой времене люди, которые не боялись сказать то, что думают. И говорили, и говорили, ну, а, спасибо, пытались нас тормозить, не давать, сокращать. Но мы на это дело отвечали тем, что мы наступали. Например, у меня раньше, наверное, есть кто постарше, знает книжки как. Заказываешь. Открыточка к тебе приходит, приходишь и так далее. Вот уже открыточку заказали на вот эту книгу мою «Планомерное решение противоречия развития социализма как первого файла коммунизма». А ее не выпускают. И зам главного редактора газеты говорит, эта книга вообще против программы. И вообще ее нельзя упускать. А я, так сказать, уже к тому времени обрел, так сказать, некоторый опыт и знал, как делать в этих ситуациях. Вот, если вы встречаете вот такое вот действие, не надо к ним относиться, к таким людям, как к друзьям. И реально относиться к ним надо, как к врагам. Поэтому я сказал, а кто это такой? Главный редактор нашего издательства удивил, говорит, как кто? Это же наш, вот Ефим Ильич. Я говорю, так он у вас сейчас не работает. А она говорит, так да, он пенсионер. Я говорю, так он только два месяца. Два месяца кончились. И вот такую пачку этих критических замечаний, я прав, это я читать не буду. Тогда, значит, работали и уже редактировали главный редактор и он инвеститель. А редактор, который был, все старался делать, чтобы книга не вышла. Год прошел, уже эти все открытки забыты, уже никто уже не ждет. И, так сказать, я опять прихожу и говорю, а что это у вас какие сроки есть для выпуска? Да. Ну и сколько у вас сроки? Говорит, месяц на десять печатных листов. А, говорю, десять. А уже прошло десять месяцев. Я отказываюсь от редактора. Ничего больше не требую, не отказываюсь. И доводили мы эту книгу с заместителем главного редактора и с главным редактором. Они мне каждый день накидают всякие замечания. Я, естественно, на них реагирую, я автор, как хочу, так и реагирую. И это все улучшало. Если что-то толковое предложено, я соглашался. А вот до самого конца они сдались там в конце, и поэтому хвост немножко такой виловатый, скучноватый, потому что он там не прошел, что говорится, этот проход. Вот. А почему у нас такой большой такой спор был? Потому что речь пошла о том, откуда все это берется, вся эта дрянь, которая на нас надвигалась, и которая сейчас уже нас не просто надвигается, а в известном плане накрыла. То есть это вот... И если раньше нам все время говорили, что это новая перестройка, это у нас, значит, более высокий этап развития, развитой социализм, ну, для вообще такого образованного человека в области там политэкономии, философии, сразу видно, что значит развитой социализм. Социализм и его смысл в неразвитости. То есть социализм это неразвитый коммунизм, неполный. Со отпечатками старого строя, со всеми недостатками. В каком отношении? В умственном, в экономическом, нравственном и умственном. Что вы хотите от социализма в этом смысле? Вы хотите, чтобы там не было этих явлений? Это не может быть. Значит, они могут быть только либо такими явлениями, на которых мы наступаем, и их далее, придавливаем. Как говорится, вот эта вот диктатура, это такая придавленная война. Или наоборот, они наступают. Ну, когда объявили, что все хорошо, что у нас нет никаких противоположных тенденций, у нас развитой социализм. Вот как обрадовались те люди, которым вообще-то и по сути дела, и как гражданам, и как людям на известных постах надо бы остерегаться, надо бы действовать наступательно. Они все поздавали, в основном поздавали. Сказать, что кто-то кого-то сажал, бил в это время, или преследовал, нельзя. Я, например, выступал на учредительном съезде Компартии РСФСР, и Компартии РСФСР это мы пробегали все эти товарищи, те же самые Ельмиев и Долгов, особенно Долгов был в центре событий этого, и мы ее продвинули до такой степени, что пришлось Горбачеву, так сказать, дать согласие на ее образование. Вот, и я выступал на съезде в Кремле. Можете сейчас взять, набрать выступление М.В. Попова на учредительном съезде Компартии РСФСР. Я сказал, что перестройка – это контрреволюция. И что? Никто со мной ничего не сделал. Не сделали в том числе, потому что уже силы были на другой стороне. Они знали, что они продвинули на съезд народных депутатов через специально Горбачевым придуманную лазейку, а именно лазейка такая, что, дескать, могут быть депутаты от общественных объединений, то есть от профсоюзов, от друзей кино, от филателлистов, и могут быть от КПСС, и от КПСС задвинули, так сказать, изменников делу социализма в огромном количестве. Поэтому это, можно сказать, последняя точка – смерть советов. Даже и так советы у нас были не вполне, потому что советы по смыслу, и об этом говорится и в одной и в другой книге, которая содержится здесь, по смыслу совета – это органы, которые избираются где? На предприятиях. То есть основной избирательной единицей, написанной в программе партии Ленинской, и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Вместо этого, значит, сначала появились еще в 30-х годах опять по территориальным округам. Избрать-то можно, отозвать невозможно. Невозможно отозвать. Не соберешь никак. А раз невозможно отозвать, то люди, которые туда попали, они продвигались уже и решали другие задачи, а не те, ради которых вроде бы они туда пошли. Это вот связано с советами. Поэтому у нас вот в тех книгах, которые составляют содержание вот этой книжки, на которой стоит два, а два означает, что вот еще более ранние есть книги, но там применение математики в политэкономии, и мы решили, что это, так сказать, ну, надо будет так или иначе сотрудничать с чтением. Давайте начнем с более простых, которые не требуют от читателя, чтобы он обязательно знал математику, даже ради ее применения. Вот это будет, это появится. А идея была в том, что то, что в то время были товарищи, которые никуда не свернули, никуда не убежали, ничего не испугались, а выступали и говорили правду и истину, и доставили на это, и печатали, и продвигали. То же самое было повторилось с другой книжкой, которая здесь у нас находится. Вторая книжка — это «Выбор нового курса». Это уже был не 86-й год, когда вышла книга о противоречиях, а 91-й год. А в 91-м году уже, так сказать, заканчивали уничтожение социализма. И в это время мы как раз с тем, что надо, и против товарности, да, вместо того, чтобы продвигать товарность, надо экономить труд. Почему экономить труд? Потому что экономия труда превращается потом во что? В развитие человека, в свободное время. А свободное время как? У нас есть люди, которые создали даже специальную группу «Свободное время», они понимают значение этого дела. Это значит время для свободного развития. То есть надо все оценивать по тому, какой вклад в экономию труда это делается, а не какие цены мы установим. Потому что после реформы 65-го года все перевернули. Вместо того, чтобы, значит, определить номенклатуру, что производить, тогда ничего не пропадет. Определить уровень производительности труда, которая самая главная для победы Нового острова. Это было у нас. И третье было – это себестоимость. А себестоимость – это вот даже не вся, это затраты предприятия. Чем меньше затраты, тем больше, значит, можно снизить цену. И цены все время снижались. Не из-за доброты Сталина или кого бы то ни было, а просто по смыслу. Ну, с развитием производительных сил, скажите, пожалуйста, что происходит с производительностью труда? Ну, вот, допустим, здесь не экономисты сидят, или даже не слышали про экономику. Но если производительность туда растет, то тех затрат надо меньше потратить на то, чтобы получить продукт. Меньше, раз меньше – это по счету. Цены должны снижаться. Это совершенно нормально, а не подарок от товарища Сталина народу. Я вот в таком возрасте, что я еще помню, как я мальчишкой, где-то вот 1 апреля. Раз – и, значит, снижение цен. Значит, спички были 2 копейки, становится 1 копейка, трамвай стал 3 копейки, ну и прочее, прочее. Вот на таком уровне. А что стало с 65-го года? Вот делал страт с контрреволюцией в области экономики. Все наоборот. Значит, объем реализации. То есть, чем большая цена, тем больше денег. Вот чем большая цена на эту книгу, тем больше получат те, кто ее взяли. Так. Дальше. Следующий какой показатель. Отнесенный к производственным фондам – это рентабельность. Вообще, получается так, что фонды надо делать поменьше. А вообще-то надо накапливать производственные фонды. Это притальные торопы. Они дают вообще развитие экономики в целом, обновление всего. Это тоже. А вместо номенклатуры, то есть перечня того, что производить, ну что удовлетворяет ваши потребности. Вместо этого, опять же, что объем реализации. А как объем реализации? Чем дороже, тем лучше. Все дешевое убрать и все дорогое оставить, и цены на него еще повысить. И так далее. То есть, полный переворот в экономике. И люди, которые в этом разбирались, экономисты, или люди, которые разбирались в противоречиях, видели, что мы однозначно идем назад. Вот, поскольку мы в это время не молчали, а не ждали, вот, 1993 года или 2023 года. А мы в это время и выступали потом. Хотя, вот, скажем, вторую книжку нашу тоже, вот здесь, которая выбранного курса, тоже тормозили. Но она вышла в итоге тиражом. В изаписи мысли тиражом 50 тысяч экземпляров. Очень широко. Мы там критиковали, так сказать, товарищей, которые идут другой дорогой и не туда. Вот. Весьма активно. Книгу быстро раскупили. Она стала музейной редкостью. Точно так же, как и книжка о противоречиях. Как будто бы начали изображать уже засыпающий какой-то социализм, развитой социализм и прочие глупости. Когда там 12 или 20 ступеней придумывали уже и критерии развитого социализма. Хотя, весь смысл социализма что-то неравный. То есть, не развитый, не зрелый, не спелый коммунизм в низшей своей фазе. То есть, безграмотные люди, нахалы, наглые, которые печатали грубому, забивали книжные полки всякой чепухой. Поэтому, на фоне этой чепухи, чтобы не быть голословными, я уже сказал, что, скажем, мое выступление можно просто посмотреть по окончании. Каждый может посмотреть. Там присутствовал и Дорбачев и все другие. И некоторые только удивляются. А почему, говорят, в это время не зашли матросы, перевязанные лентами, пулеметами, и не арестовали тех, кто это делает. А хлопали люди. Ну вот, хлопал, весь съезд хлопал. Похлопали. И такое впечатление, что им что руками хлопать, что ушами. Ну и продолжилось это все дальше разложение. Пока уже всем стало ясно, что уже никакого социализма даже и духу нет. Уже самый, я хотел, мгновенный капитализм. Или, как говорят, новое общество. А новое, что новое? Ну, если вы какое-то старое нашли где-нибудь, это на вас будет выглядеть как новое. Вот и все. Поэтому, значит, одна книга. Это книга о противоречиях развития социализма. У нас очень любят диалектику. Я знаю, я и кружок провожу, и выступал, и люди обращаются. Но, если мы так знаем диалектику, то знаем одно противоречие отдельно, второе отдельно, третье отдельно. Это не применение диалектики. А применение диалектики было в том, чтобы показать социализм как такое общество, в котором существует система противоречий. Вот самое главное или основное противоречие между тем, что это коммунизм, и в то же время есть родимые пятна. А если есть родимые пятна, так они родимые себя проявляют во всем. В чем? А во всем в экономическом, нравственном и в умственном отношении. А если вы в экономику сунулись в противоречии между непосредственно общественным характером производства, это не товарное производство. А товарность еще есть как отрицание. В этом самом. Ну как вот, у вас есть недостатки? Ну ладно, у вас нет, у меня есть недостатки. Ну так они во мне, а не в вас же. Они есть, но они не меняют еще природу. Ну если я свои недостатки буду лезть, а свое положительное буду наоборот убирать и принижать, то получится переворот. Вот у нас переворот и получился. А переворот называется контрреволюция. Контрреволюция у нас наступила в 1961 году, когда на 22 съезде приняли новую программу, голосовали. Это уже были не сталинские съезды, перед которыми мы долго-долго обсуждали. Широкая дискуссия, что там будет. Нет, вот вы приехали, поселились, вы придете в Кремлевский дворец и вдруг узнаете то, что вам никогда в голову не приходило. Например, когда проводил 20 съезд, вот скажем этот доклад о Сталине, его не напечатали, его до сих пор. Его напечатали при Горбачеве, когда было это издание бюллетенец ЦК КПСС. Вот в этом бюллетене напечатали, а так скрывали. За границу это уехало, все там читали, что говорилось на 20 съезде. Члены партии? Ничего этого нет, я не знаю. То есть пришли жулики, упорательники социализма, люди, которые использовали свои места для того, чтобы укрепить свое благосостояние. И мы видим, что тенденция к обогащению, к личному обогащению, она присутствовала и у многих представителей сферы управления, и у очень многих людей, которые занимали высокие посты. Посты, ну и некоторые товарищи рабочие тоже за этим пытались гнаться, но, как говорится, в положении рабочего гнаться за повышением зарплаты в одиночку не получается. Все равно его, наоборот, положение рабочих ухудшилось значительно. Началось оно с того, что взяли и стали повышать цены еще при Хрущеве. И рабочие возмутились, тогда в них стали стрелять. То есть контрреволюция показала свое звериное лицо. Поэтому то, о чем мы говорили, написали, это не придумки, это не какие-то рассказы, а это точные научные изыскания, которые мы сделали. Я называю, вот это противоречие второе назвал, третье противоречие мирную бесклассовую природу и коммунизму. А это же коммунизм, низшая фаза. И еще не полностью определенно делением общества на классы. Значит, есть тенденция к возвратному классу образования, вот, свидетелем победы, которой мы сейчас являемся, есть тенденция к преодолению классовых различий. В том числе различие между городом и деревней, мужчиной и женщиной. Там, Ленин писал в Велевом Почтении, остаются домашние рабы, припованные к их детской и, впрочем, к сирке и так далее. И еще, так сказать, как-то старались освобождать. И теперь проблемы. В детский сад очередь надо стоять. В школу тоже проблемы оказываются. Что-то проблемы так и нашли. Откуда взяли такие проблемы? А это новое общество. Действительно, это новое. Вот уж действительно новое. Следующее противоречие, связанное с тем, что вот мы будем планомерно это все осуществлять. Руководящий роль рабочего класса, он самый передовой. Ну, о том, что он руководящий, это было еще в программе написано, но убрано, диктатура проекрет. А потом вместо слова руководящий нигде не писали его больше, а писали ведущий роль. Вот ведите меня туда. У кого будет руководящий роль? У меня. А у вас будет какая? Ведущая. А где колесо ведущая? У машины? Сзади. И вот мы превратили этот рабочий класс в ведущую. Ну, люди, я бы сказал, у нас очень доверчивые. Вот им скажут, что это хорошее, это новое, это все вам на пользу и так далее. Они верят. Вроде как у нас не религия, а это, казалось бы, люди, которые занимаются наукой, культурой и так далее. И вот-то они, для чего доверчивые люди. У них все отбирают, а они это дело отдают. Ну, и еще есть противоречие. Вся эта система полномерного хозяйства, а что, оно абсолютное, что ли? Вы что, можете познать? До каких пределов? Значит, остается еще для стихийности очень много чего. Поэтому это противоречие между полномерным характером социалистического производства и стихийностью. И существуют методы директивные, так? Социалистические соревнования. Существуют методы материального поощрения. Почему-то только их стали называть экономические. А что, планирование не экономический метод? Да планировали все экономики. А снижение ценностей, когда планируют, это что, не экономический метод? Или соревнования, что не экономический метод, когда выше планов делают. Выше планов, и планы защищают, и планы, так сказать, гарантируют тем самым. Вот. Ну, и, значит, вывод-то какой? А вы идеалистически смотрите на систему управления? Если система управления государственная, а государство, оно имеет свои болячки. Какие? Бюрократик. Хоть сто раз диктатура пролетариата, сто раз пролетарская, рабочего класса. Все хорошие люди туда пришли. Да? Они пришли бесконтрольные. Если они бесконтрольные, то, значит, разрастается и бюрократизм, и карьеризм. Бюрократизм. Вот вы ко мне пришли, а у меня руки заняты. Видите, я не могу ничем вам помочь. А вот теперь вы ко мне пришли, я тоже не могу вам помочь. Потому что я обеими руками уже захватил свое следующее кресло. Посмотрите. Черт, не могу. Поэтому это страшное дело. И если вы с этим... Это вот тоже не... Оно страшное в том смысле, что если с ним не борешься, это как раковая опухоль. А если вы боретесь с ним, ну так надо видеть и называть. Вот в этой книге первая это все названо. А во второй книге уже, поскольку она выходила не в 86-м, как моя книга, а уже в 91-м, на хануне полного развала. Там уже прямо говорилось о том, что надо вместо этой самой пресловутой стоимости ориентироваться на потребительную стоимость. Потребительная стоимость, она сводится к экономии труда. А экономия труда означает, для этого техника и существует, для экономии труда, а не для того, чтобы красоваться, что у нас есть новая техника. А экономия труда должна превращаться в свободное время. А свободное время – это время для вашего развития. Нет у вас свободного времени – нет и развития. А нет развития, значит мы не можем этих роликов даже поймать. Потому что без развития, без обучения, без подготовки это очень трудно сделать. Вот это одна линия. Одна линия, что надо стоять на том, что у нас главное – это экономия труда. И там говорится, что вы сделали экскаватор, так не радуйтесь, что он дешевый или дорогой. Посмотрите, сколько он сэкономит труда, по сравнению с тем, сколько на него затратили. Если вы затратили 10 тысяч, а экономят 15 тысяч, то 5 тысяч – это чистая экономия. Так вот, давайте производить то, что дает чистую экономию. И эту меру будем применять ко всей технике, которая производится. Если только два экскаватора, вот у нас в этом году один самолет, гигантский, размах вообще, гражданская авиация. Один самолет с американским двигателем, на второй самолет они уже двигатель не прислали, и 50% у нас пропало самолетов гражданских. Но военные летают, как-то там туда не распространилось, поэтому так не совсем мы грохнули. Вот это раз. Это одна линия. Вторая линия. Не надо восстановить понятие Советов в том изначальном смысле, которое было, а, в программе партии второй. Основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. И на заводе и на фабрике могут отозвать кандидата. Отозвать территориальные системы выборов невозможно. Вы никогда не соберете больше половины, и поэтому никого никогда не отзовете. Это разгул для вот этого бюрократизма, для карьеризма. Это страшно. Поэтому эта вот линия очень четко у нас проведена. Ну и третье, что нужно, так сказать, организовываться трудящимся. Не надеяться только там на партии, даже на государство, хотя оно может и пролетарским быть, и партия коммунистическая. Но это, вы должны люди понимать, что это жизнь, сами люди свою жизнь создают общественную, и поэтому они должны быть активными, общественными деятелями. Об этом речь вот в этой второй книге. Она выходила в издательстве, мысли, тиражом 50 тысяч экземпляров. Поэтому нельзя сказать, что мы вот сейчас дождались, и тут вылезли и сказали, а вот мы тогда говорили. Нет, так не получится. Мы тогда вовремя говорили, но те возможности, какие у нас были, мы их использовали. Кроме того, мы начали издавать газету «Народная правда» тиражом 200 тысяч экземпляров. Она буквально месяц была газетой Компартии РССР. Потом Компартия РССР решила переориентироваться, залечь на дно и подождать, что скажет Конституционный суд. А мы стали, тогда ее сделали газетой трудового коллектива, на ней написано место издания «Санкт-Петербург-Смольный». И мы тиражом 200 тысяч экземпляров еженедельно выпускали 8 полос. И газета сейчас выпускается тиражом 50 тысяч экземпляров и раздается у фабрик и заводов с 5 до 7 утра. Непосредственно рабочим. И в 93-м году мы не стали слушать эти разговоры, что вас не допустят сейчас партию, раз КПРФ даже не допускают ни к чему. Ну мы взяли, собрали съезд в Свердловске, потом второй съезд на нем в Челябинске утвердили программу, я выступал докладом. И после этого, так сказать, мы благополучно зарегистрировали в Миннегусте, тогда, когда был Ельцин. Это чудеса просто. То есть удивляешься, до чего люди запуганные такие. Ну нас бы не зарегистрировали, но мы бы были не зарегистрированы. В конце концов мы вышли из той партии, которая была зарегистрирована, чтобы не заниматься выборами в президенты и другие вещи, которые навязаны уже соответствующим законом. Сейчас вот рабочая партия России отметила 30-летие, провела 30-й съезд и участвует в организации спецрабочего класса на фабриках и заводах. А то, что вот выпускаются такие книги, это подспорье. Эта книга издана только что. Ее издает его издательство «Спецлифт» и указывает контакты от группы «Свободное время», «Курс коммунизма», «Наркомпрос» и так далее. То есть это книга, которая тоже коллективно, можно сказать, подготовлена, издана и делает честь всем товарищам, которые понимают, что если мы хотим что-то изменить, надо сначала народ просветить, во-вторых, собрать, сорганизовать. И если это сделать, то течение пойдет в другую сторону. Тем более, что я сейчас поразглашу, и вы со мной спорить не будете, что Россия – это единственная капиталистическая страна, которая после социализма. А после социализма он торчит отовсюду, отовсюду. И никуда вы от нашей истории, и от наших, и от песен, и от революционных, и от военных, и от побед никуда не уйдете. И поэтому у нас в этом смысле демократия, ну, самое что ни на есть хорошее. Я вот вам, так сказать, могу просто подтвердить, поскольку я тут живой пример. Я все время говорил то, что считаю нужным, никто ничего мне нигде особенно не сказал. То есть все время были люди, которые против меня выступали, но это нормально. Ну, как вот я буду про вас что-нибудь хорошее, а вы тоже, наверное, про меня что-нибудь аналогично будете говорить. То есть это не надо тут по поводу критики возмущаться, а с этой точки зрения у нас много неправильного, нехорошего и так далее. И со стороны государства, и со стороны там отдельных деятелей и так далее. Ну, так вы выступайте, вам никто же рот-то не затыкает. Читать вам, кто-нибудь вам, вот, пожалуйста, захотели, напечатали товарищи, напечатали, читайте. Если еще хотите напечатать, собрались, напечатали еще. В чем проблема? Нет проблем. То есть не надо усугублять ситуацию так, что все пропало. Ничего не пропало. В жизни бывают поражения и бывают победы. У кого одни победы, не верьте таким людям. Таких людей не бывает. Ну, если, скажем, вождей возьмете. Ну, Ленин в тюрьме сидел, год. В ссылке был, три года. Сталин по тюрьму сидел и сидел. Так что, а кого вы, это я всякие крупные взял фигуры. Но мелкой фигурой можно и посидеть, если что, за правду. Ну, тогда надо за правду воевать хотя бы. Вот я, например, воевал за правду. Никто меня не трогает. Я просто хочу сказать, что у нас люди некоторые трусы просто трусят. Вместо того, чтобы выступить, они начинают. О, если я выступлял, что вы? Ничего не будет. Будет тебе не стыдно жить. Вот как всего. На этом все, что я хотел сказать. Дорогие друзья, если есть вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руку. Я подойду с микрофоном, и вы зададите, как я, Василий Васильевич, вопрос. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Ярослав. Я вот хотел поинтересоваться у Вас. Вот Вы учились в Юнинградском университете имени Жданова. Да. Специально в Мехмате. На Матмехе. У нас не Мехмат. Мехмат в Москве. А, да, да. И вот я хотел узнать, а Вы в какой области специализировались? Я был на кафедре алгебры. А потом, потом перешел уже на пятом курсе на кафедре учительной математики. Можно подробнее? Вы алгеброй, что именно занимались? Что? А в алгебре Вы чем занимались? Теория группы, теория колец. Ага. Я тоже интересуюсь. Гомоморфный образ группы, изоморфный фактор группы по ядру гомоморфизма. Вот сидит товарищ, который записывает. Мы с ним вместе в одной группе были на Матмехе. Но он дальше все по математическим рельсам шел. Но вот сейчас он, видите, записывает и стал пропагандистом. Там еще в конце до победы коммунизма было. А? Там еще в конце до победы коммунизма было. Да. Так, какие еще вопросы? Владимир Васильевич, Левгимин меня зовут. У меня вопрос. Громкий, говорите. Вы часто говорили, что из всех стенограмм съезда не опубликован один только, 19-й съезд. Да. Стенограмма. Так и есть. Почему его не опубликовали? Потому что Хрущев сукин сын. Если кратко. Но вот ни одного съезда не было такого, чтобы стенограмма... То есть когда были съезды, был второй съезд, был третий съезд, четвертый, пятый, были в Англии проводили, в Брюсселе и так далее, за границей, преследовали. Все равно все опубликовали. Единственное, вот на 19-м съезде Хрущев делал доклад о... о программе... нет, об уставе партии. Ну, так он должен был это дело доделать. Значит, пока был Сталин, который, говорят, не такой демократ, все издавали. Как только Сталин заболел и умер, все. 20-й съезд. Вот вы читали этот доклад на 20-м съезде, этот, как бы сказать, поганый доклад Хрущева. Я его прочитал. Когда? Когда при Горбачеве, который тоже свои там, так сказать, вещи привнес в это разрушение социализма. Ну, он был издан в известнице, как ПСС, вот это вот. Наконец было издано, и теперь можно прочитать. Тем людям, которые членами партии были. А у нас было 18,6 миллиона человек нагнали в партию. Зачем столько? Не знаю. Вот. А что касается 20-го съезда, его просто нету. 19-го съезда. Да нету, и все. А стенограмма, это не просто, вот вы записывали, допустим, записываете. А если человек делает стенограмму, каждый, кто выступал, должен потом подписать у стенографистки, что правильно она записала. Потому что вот на таких вещах некоторые люди потом делают всякие грубые ошибки. Например, некоторые наши историки говорят, вот Сталин, вот он беседовал по поводу того, того, нужно ли в странах социализма, европейской диктатуры, пролетариата. И вроде бы как он чуть ли не считал, что это не нужно. Но так записали некоторые товарищи. Некоторые товарищи, наверное, и сегодня будут, если пересказывать, что я говорил, тоже могут изложить это несколько в ином ключе. А того, чтобы это у Сталина было, ничего подобного. Ну, у нас один товарищ из партии, товарищ Буковский, спокойно все разобрал и сказал, что ничего подобного Сталин нигде и никогда не говорил. Да и не мог говорить. Все это за глупость такая. Государство, в котором бы не было диктатуры. Да любое государство, это чья-то диктатура. Любое. Без исключения. Нет никаких исключений из этого правила. Еще есть вопросы? Ну, вот вы сказали, что социализм – низшая фаза коммунизма. Это не я сказал, это Маркс сказал. Можно так классифицировать? А последующие фазы коммунизма какие? Следующая фаза – полный коммунизм. Так и называется. Проходит коммунизм, проходят две стадии, две ступени. Низшая фаза – это такой коммунизм, который во всех отношениях. В экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Как только вы эти все преодолеете, отпечатки старого строя, будет полный коммунизм. А вот, например, вместо развитого социализма, просто тут некуда его поставить. Ни туда нельзя поставить, ни сюда. Потому что если он социализм, то он неразвитой коммунизм. Он неразвитой. А если это уже полный коммунизм, полный и не полный, полный коммунизм, то уже нету этих родимых пятенков социализма. А чего-то здесь смешную историю рассказать. Я был в Белоруссии, купил гадету «Звязь да». Там написано. Мы вступили в этап полного зрелого социализма. Спелого социализма. Думаю, ну все, сейчас поспеет, взглянет и упадет. Так и получилось. Спелого социализма. Вот это мы придумали. Вот товарищ, который мне дал положительный отцов на мою докторскую диссертацию, на одну из... Я, так сказать, трижды защищал. Так сказать, набирал больше половины, но не две трети. А надо две трети. Ну, на третье равно две трети я набрал. Вот он двенадцать нашел признаков развитого социализма. Я к чему пришел со своей докторской, он почетал, говорит, «Смеха Васильевна». Как у вас нет места этому самому. Я говорю, ну а что делать? Ну ладно, говорит, я товарищу пообещал, что я буду уступать в зал. И дал мне положительный отцов. Ахат Калистрадович Белых, заведующий кафедр научного коммунизма. А научный коммунизм кто придумал? Вы слышали? У Сталин, у Ленина. Нигде не найдете. Научный коммунизм — это придумка суслова. Потому что вот есть научный социализм. Так? Научный социализм. Какие-то данные у вас про полный коммунизм богатые у вас есть. У вас большие впечатления от полного коммунизма. Вы долго там прожили. От чему вы собираетесь писать о полном коммунизме? Поэтому он не может быть научным, пока он не будет как факт. По крайней мере. Потому что мы изучаем факты, они наши мысли о будущем. Поэтому научный социализм — это очень понятно и хорошо было написано. И Энгельсом, и Марксом, и Ленином. Все растолковано. В чем дело? Ну, потому что люди начинают петлять. Как вот кого-нибудь запутать, замотать? Иногда говорят, я не могу понять этих обществоведов. Этих действительно и не надо понять. Потому что они свое дело решают. Их находят хорошую, чистую работу. И получают не так уж и мало. Ну, у нас работа, я в университете 49 лет пробыл профессором. И сейчас я профессор в другом месте. Ну, не переломится никто от такой работы. Я вот на работу для здоровья ходил два с половиной часа пешком. И обратно потом два. И я в это время подготовлю лекцию, прочитаю и пошел домой. Ну, и кто так и имеет условия? Ну, у всех жителей, так сказать, большая продолжительность рабочего времени. Все устают. Так сказать, тяжелые, вредные, опасные условия. А тут проходит, знаете, мне Петропавловская крепость. Не только не надо никаких стенаний со стороны представителей умственного труда, к которым я себя отношу. Не должно быть стенаний. У нас есть, конечно, какие-то свои трудности. Ну, не такие уж они страшные, чтобы вообще я их предупреждал. Развитие идет таким образом, что вот в этом неравенстве, конечно, привилегии у представителей умственного труда. Ну, вот математика. Надо им, чтобы они высыпались. Иначе они ничего не докажут. Как он докажет, ему спать хочется. Поэтому хочешь, не хочешь, надо дать высыпаться. Даже Петр говорил. Вот этим соколь, этим востоком работать. А эти пусть себя пока просутся, тогда пока их покажут. Ну, вот одно из условий коммунизма, как я вас услышал, это отсутствие классов, да? В том числе. Не только классов. И отсутствие товарности. Товарность – это попытка делать не то, что нужно вам ради вашего потребления, а чтобы, а что я за это буду иметь? Чтобы вот этот момент, он исчез. Ну, диктатура пролетариата при отсутствии классов, как это тогда? А нет ее тогда. Когда не будет классов, не будет элигадуру пролетариата. Нет пролетариата. Нет рабочего класса. О какой диктатуре пролетариата можно говорить? Не о какой. Ну, так Ленин, например, говорил, что соединение таких слов, как государство и народ, это назначается какая-то чушь. То есть, как можно соединять? Пока есть государство, оно не народное. А когда будет народное, то не будет государство. Их нельзя вот ставить рядом. А у нас же читали, говорили, писали десятилетиями про народный, про развитой социализм. Или такой фокус был, например, в программе, которая выявилась в Хрущевской. Уже вместо руководящей, вместо диктатуре пролетариата стоит руководящая роль рабочего класса. При Брежье уже не руководящая была. Везде. Если я напишу статью, и в статье напишу руководящего рабочего класса, вычеркивают. Все строго, все редакторы, выполнено, вычеркивают руководящий роль. Но я решил эту проблему. Я пишу рабочий класс руководитель. А ведутелю нет слова. И расстается. Ведутелю нет такого слова. Ну, что делать? А коммунизм, это все-таки, ну, государство в идеале? Нет, коммунизм не государство. Коммунизм это общество. Что такое коммунизм? Общее, общее, средство производства. Все-таки, народ. Общее, это народ. Ну, как бы... Почему народ? Народ, это люди взятые по отдельности. А общество вместе со своими отношениями. Вот у нас с вами отношения есть. У вас микрофон, у меня микрофон. У нас с вами отношения. А если меня взять отдельно, как кусок мяса, а у вас более симпатичный кусок мяса. Мы уже когда-нибудь делимся. Народ. Дмитрий Михайлович, вы еще расскажите про рабочую партию России. Про рабочую партию, значит, мне очень легко рассказывать, поскольку я вот являюсь одним из сопредседателей в идеологической комиссии. И одним из очередителей. И доклад делал по программе. Я один из авторов программы. Другой автор, товарищ Долгов, здесь присутствует. И товарищ Золотов из Нижнего Новгорода. Он сейчас доктор экономических наук. Профессор, заведует кафедрой экономической теории и методологии Ниргородского университета. Ну вот, мы подготовили программу, в которой записано то, что надо. Да, а именно, что советы, например, должны быть так, как в ленинской программе было, которая была до Горбачевской программы. Что основной избирательной единицы и основной ячейкой государства должны быть не территориальной округа, а производственной единицы, завод, фабрика. Тогда легко отозвать. Вот, вы меня послушали, не понравилось мое выступление. Давайте сейчас проголосуем. Кто за то, чтобы больше его, этот самый, не числить там, вот, в совете. Вы проголосовали, и я упустился. Куда? Ну, откуда пришел, туда и вернули. Что страшного-то? По Нижегородской области, скажем, несколько тысяч таких было, вот, в конце 30-х годов, в конце 30-х годов отозвано. До того, как вот изменилась система. То есть, как-то, вот, стали делать такие структуры, которые не предполагают их возможность сломки, возможность искажения, извращения. А надо лучше рассчитывать. Ну, что плохого? Вот, меня, так сказать, сделали, я зазнался, меня отправили обратно к станку. Пойдете вы? Вы там посидели, потом, смотрю, сейчас вы улыбаетесь, потом строгие стали, потом стали командовать. Тоже вас, вот, товарищи, отправили. Да это же хорошо, пусть люди проходят эту школу обучения, ничего плохого нет в этом. И никакого Верховного Совета не было, а был съезд Советов. А на съезд Советов попали некоторые депутаты, которые, городского Совета. И вот, если вы их отозвали, они улетели и со съезда Советов, и с Центрального исполнительного комитета, и все. То есть, надо, чтобы у народа была возможность не только избрать, а и возможность отозвать. А если вы скажете, вот, ладно, мы, Михаил Васильевич, вас избираем, ну, хорошо, больше вы мне уже не нужны, вы никогда меня больше не отзовете, значит, можно на вас не обращать внимания, можно заняться, наконец, заняться делом. И когда, вот, деловые люди начинают деньги там, цепляли, дело у них хоть идет. Ну, что эти деловые люди? Они же накапливают то, что тут другие наработали. А они только, так сказать, собирают чужой труд. Ну, все равно, вот, советы. Не надо же приобрести какой-то практический опыт. Ну, вот, я сейчас пойду в Советы. Вы приобретете, попадете в Советы, будете приобретать, будете ходить. Вот, в программе партии стояло, во второй, что переход в шестичасовом рабочего дню, с обязательством два часа ежедневно уделить военному обучению, военному профессиональному искусству и практическому обучению техникам государственного управления. Ну, а дальше можно эти два часа там складывать, четыре часа в какой-то день вы будете проверять какое-то министерство или, так сказать, какой-нибудь административный орган. Вы когда будете проверять и научитесь. А как еще научиться можно? Ну, что давайте я вам лекцию буду читать. Я вам лекцию буду читать, как надо проверять. А вы проверять не будете. Научитесь? Не научитесь. Да я, может, и сам не буду знать, я себе только буду лекции одни считать. Можно вопрос? Здравствуйте, Михаил Васильевич, меня зовут Алексей. Вот тут из интернета люди спрашивают, в частности Юрий Голощапов и Виктор Крупнов, что за две даты стоят на книге и при чем... Да, это я согласен, это надо растолковать. Товарищи издатели имели в виду, что маркцизм-ленинизм не остановился со смертью Сталина, а он продолжился. Но это надо продемонстрировать на тех изданиях, которые издательство собирается выпустить. Значит, такие издания можно, конечно, взять, начиная с 20-го съезда и до самого нынешнего момента, ну, нельзя объять, не объять, но пока товарищи лежали, взяли, так сказать, такие горячие и яркие какие-то представительные очень работы. Ну, первая представительная работа относится к 1975 году. Там применение математики в экономике. Мы подумали, подумали и решили, товарищи, которые издают, что давайте ее впустим вторым номером, а не первым. Поэтому эта двойка означает, что изначально эта книга стояла как второй номер, но выпустили первым как более популярную. А для тех, кто знает математику, он может поковыряться там, и, может быть, ему яснее будет и понятнее, потому что там, когда вы берете все связи в виде матрицы и так далее, или разбирается, что такое экономическая, экономико-математическая модель. И чем применение экономико-математических моделей отличается просто от выражения тех или иных количественных зависимостей. Когда никаких моделей мы не строим, а просто это вот используем. И, конечно, это есть произведение. Та книжка, о которой шла речь, она опубликована в Китае в соответствующее время. Так что она не осталась, не замечена. Но она будет опубликована. А почему 95-й? Потому что вот мы взяли то время, про которое сейчас такое впечатление, что все тут молчали. И все поддакивали, и все продолжали якобы идти, так сказать, по линии разрушения социализма и закапывания ее. Чтобы уже и не знать социализм. И рабочий класс, чтобы не знали. И диктатуру, ребята, не знали. И слово Ленинград, чтобы убрали. Хотя у нас, выйдешь на московском вокзале, написано Ленинград, там прямо на доме. А Стелла, что она для Петербурга в соли приготовлена? Когда, так сказать, герой, город-герой. У нас что, город-герой Санкт-Петербург? Ну, а что он Петербург? Вот сейчас особенно Бург. А почему Неврад? Даже Петроград был в революционное время. Ну, хоть бы Петроград, нет, Бург. Так что тут много есть то, что надо переделать, пересмотреть. И если у нас, так сказать, что-то забрали, надо вернуть назад. Ну, у меня кто-то что-то украл, так я думаю, поймать надо я, забрать. Правильно или нет? Ну, если мне сил не хватает, так я обращаюсь к трудящимся. Трудящие сейчас пойдут и заверут. Ну, может, не сразу, а послезавтра. Или в ближайшие дни. А для этого надо поставить все такие задачи и цели. То есть, хозяева своей страны, вот, так сказать, кем должны быть наши молодые люди, которые сейчас находятся в освете лет. А не смотреть, а вот сейчас такие люди уже достаточно пожилые, нас спасут. Спасут. В том смысле, что помогут. А, ну, кто у нас должен быть? За докладчиком быть уже. Я думаю, что это должны быть молодые люди, крепкие, серьезные, которые разбираются. А вот этим молодым людям надо в руки дать то, что позволит им встать на ноги. Потому что, если вы хотите стать великими, вставайте на плечи великих, говорил Ленин. Вот тогда вы будете видеть далеко. А если вы на плечи пигмеев встаете, всякую чушь, так сказать, читаете, несусветную, ну, и будете вы вот на том же самом уровне в болоте сидеть. В общественном болоте, которое вокруг нас сейчас вот наблюдается. Во всяком случае, Россия думает сейчас, обсуждает, обдумывает. Это всегда бывает перед какими-то действиями. А что касается всех необходимых инструментов, у нас, например, те же 30 лет проводится заседание российского комитета рабочих. Пять рабочих делегировало человека, и он становится делегатом. Не важно, в какой он партии, не важно, кто он такой рабочий. Вот если вам пять рабочих, если вы рабочий, и вам пять рабочих дают делегирование, вы приезжаете в Нижний Новгород и там выступаете. Это, если у нас съезд рабочей партии России проходит раз в год, то российский комитет рабочих раз в полгода. И без исключения, и не было ни разу ни одного сбоя. Поэтому присоединяйтесь, действуйте, все сделано для того, чтобы можно было расширяться. Газета, пожалуйста, пишите, раздавайте. Что такое газета? Это коллективный организатор, коллективный пропагандист, агитатор. То есть одно дело книга, а другое дело пошла прямо газета в цех. Так что и то, и другое нужно и важно. Ну и интернет-ресурсы, соответственно, тоже. Конечно. Ну вот тут вся информация есть, кстати, в книге. А исторический коммунизм? Вот в 61-м году вы сказали, что уже началась контрреволюция. Да, конечно. Уже стали уничтожать социалисты. Это дело не в том, что я сказал, если партия, которая является правящей, заявляет, что диктатура про империдацию больше не нужна. А что такое диктатура про империда? Упорная борьба, как писал Ленин, кровавая и бескровная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Вот что будет, если я не буду бороться против сил и традиций старого общества? Силы и традиции старого общества возьмут вверх. Ну, попробуйте не подметать у себя в квартире, ну, две недели. И увидите, что там будет происходить. Никогда не поднимайте то, что упало. Никогда не стирайте то, что загрязнилось и так далее. Но сюда будет вообще сумасшедший дом. Михаил Васильевич, а вот кульминация коммунизма в нашей стране, вот на ваш взгляд, историческая, если взять эпоху? У нас кульминация коммунизма была. Первая кульминация коммунизма – это построение коммунизма. Оно у нас прошло, когда? В 1936 году. Вот. Главным основным в экономике была общественная собственность. Были еще отдельные там какие-то работники, были, значит, какие-то торговцы, были какие-то артельщики. Но основная ее масса продуктов и в городе, и на селе была, так сказать, в общественной собственности. Хотя, если вы возьмете учебники, там просто безобразные вещи пишут. Дескать, есть государственная собственность, а есть, это государственная собственность, это общенародная. А кооперативно-колхозная – это какая? Тогда не общенародная. А какое отношение к социализму тогда она имеет? Собственность одна, общественная. Никаких общенародных собственностей не бывает. Бывает общественная собственность в двух формах. Здесь одна форма подчинения производства. Здесь есть прямые задания в городах. А в деревне есть тоже прямые задания с обхозом. А как с колхозами – контрактация. Мы договорились, я вам обеспечиваю уборку, вспашку, разбрасывание удобрения. И вообще все самые тяжелые сельско-вестные работы делает государственное предприятие – система машино-тракторных станций. А вы за это дело поставляете такой-то продукт, который по цене. Поэтому никакого рынка тут нет и никакой другой собственности тут нет. Есть единая общественная собственность в двух формах. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос относительно таких гнилых элекционных теорий стоимости. Например, как теория предельной полезности есть такая. Где стоимость определяется субъективно от потребителя. И так они солидно выглядят. Там очень много математики. Мне бы хотелось узнать, какие-то практические выхлопы от этого есть? Можно хоть что-то предсказать с помощью этих теорий? Нет, предсказать нельзя. А выхлоп есть. А выхлоп есть состоит в том, чтобы уничтожать марксистскую политэкономию. Чтобы уходить от нее. Потому что это же субъективная полезность. Я сейчас вам ее очень кратко изложу. Дело в том, что это относится к тому предмету, который мне нужно было сдавать. Я кандидат экономических, но кандидатского минимума. Я прочитал всю эту теорию полезности. У нас прекрасные книги есть, критики теории полезности. Все в них там очень хорошо изложено и так далее. Вот, например, вы съели пирожок. Это полезно. Полезность большая. Вы съели второй пирожок. Это тоже большая, но уже половина. Третий пирожок. Ну, уже четвертинка. Четвертый пирожок. Лучше бы вы его не ели. А вы пятый, шестой, седьмой. Пока у вас, как говорится, брюхо не лопнет. Или пока у вас завар в кишку не будет. То есть, понятное дело, что это предельная полезность. Это такое явление, которое можно наблюдать. Это никакого отношения к ценам не имеет. Потому что это и капиталистов не интересует. Капиталистов интересует что? Деньги. А деньги – это носитель стоимости, прежде всего. Это денежная форма стоимости. Поэтому это вот так называемая теория про гигиен-проэнс. Это вот орнамент, а не фундамент. Капитализм. Орнамент. То есть, там много всяких теорий. Есть такая книга с Элегмена. «Сечение современной экономической мысли». Поскольку мне пришлось сдавать кандидатские минимумы, поскольку я на Матмехе учился, и от меня требовалось в аспирантуру специально сдавать минимумы по этим вещам. Все это прощается. Кто в лес, кто под рова. Кто в лес, кто под ровно. Чего только там нет на вороте. Ничего единого нет. Все сводится к тому, только бы, только не затраты рабочего времени, которые воруют у рабочих, у трудящихся. И больше ничего. То есть, это такая позитивная форма негативности. Так она в виде какой-то другой теории. А смысла никакого у нее нет, кроме того, чтобы сбивать людей с толком. Я просто открыл книгу на середине. И вот вторая часть книги, как посвящение соратникам по трудной борьбе за единство нашей многонациональной страны. Книга очень интересная. Обратите внимание, что есть. Не только газеты, но есть и интернетные ресурсы, где можно и скачать книгу, и видео. Книгу можно приобрести в нашем магазине. И сегодня можно, удивительная возможность, подписать у Михаила Васильевича свой эксперт книги. Михаил Васильевич, мы благодарим вас за встречу. Подписание бесплатное. Спасибо большое. Все желающие, книга лежит вот здесь, на стенде перед вами. Есть на столе. Можно прийти к Михаилу Васильевичу, задать какой-то камерный вопрос, короткий, и получить автограф. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»